Доброе утро! Мы тут с Афонькой придумали, что мы сейчас себе сварим кашу, да? Ну, много не добавляй. И добавим сюда печеньки. В общем, у нас кашка, овсянка с черносливом. И печенька. Рыбка переплыла. Вот она, осень. Начался дождь. Мое утро началось с того, что я тут судорожно снимала белье, которое вчера вывесило. Оно уже высохло, соответственно. Я вот его бежала под дождем снимать. Ну, потом дождь закончился. Вот сейчас вот опять начался. Все, все тут мочит нам. Я в куртке взяла. Сейчас еще Гришке куртку, чтобы он тоже не мочился без зонтика, потому что явно его забудет. И, в общем, будет в куртке. Сейчас Гришку остановила возле магазина. Купить скорошеватель ему надо. У них же начался новый предмет. Религия. Ну, основы там как-то там религии. Православие. Сейчас смотрю, все его одноклассники с этими скорошевателями, с файлами идут. Сейчас глянем, останется там Гриша скорошеватель или нет. Все нормально? Сейчас 5 рублей. Ага. Все, клади тогда сюда с дачи. А то я смотрю, тоже девочки идут. Думаю, достанется там тебе скорошеватель или нет. Так, портфель-то дашь бери. Портфель-бери. Ты чесалась? А ты что-нибудь лепил вообще, нет? Нет. Ничего не лепил? Ну, здесь какие-то лепки. Это не мы. А вот это грибочки, не вы? Это грибочки. Вот грибочки. Это мне. Не ты? Твоего тут грибочка. Вот это мой, так, мой, так, мой, мой. Какой у тебя шкафчик? У меня. Сейчас, мой. Вот у меня. Розовый прямоугольник, да? Да, вот он. Твой гриб, как он называется? Поганчик. Поганчик? Гриб поганчик. Все, я уже дома. В общем, переоделась, потому что, на самом деле, так душновато в доме. И поставила уже вариться говядину. Вчера купила кусочек говядины в Кредасе. Такой он, знаете, прям классный. И так хочется борщика с говядиной. Так что сейчас варится говядина. С Антошей разобрали уроки. Сейчас займусь немножечко по кухне, по дому делами. В общем, сегодня мы не вяжем. Сегодня у нас такой отдых от петрушки, как Афоня сказал. Продолжаю готовить борщик. Тут у меня с небольшими перерывами на уроки, на английский. Значит, что у нас? Поджарку все-таки решила сделать. Бульончик с картошечкой. Вот, мясо уменьшилось. Прямо Сержиня сейчас приехал быстренько. Чего-то там взять на работу. Отрезал себе кусочек. И вообще, в принципе, она ужалась. Говядина, как всегда, уменьшилась. Самое вкусное мясо. Так, и сейчас буду добавлять сюда поджарку, капусточку. И буду заканчивать. Будем скоро обедать. Все, борщ готов. Все, как мы любим. Красный, красный. Сейчас 5 минут настоится. Ну, может быть, не 5, может быть, 10. И будем с Антохой обедать. И собираться везти его в 12.45. У нас такие, знаете, есть вообще неудобные дни, когда у Антохи начинаются уроки в 12.45, а у Гришки 4 урока и заканчиваются в 12. Получается, нужно выезжать в 12, забирать Гришку, потом везти его домой. И уже буквально, ну, примерно там в 12, допустим, там 10 мы приезжаем домой, а Антоху уже в 12.30 нужно везти. Но как-то тоже не хочется, чтобы там Антоха 30 минут что-то делал в школе непонятно. Поэтому езжу два раза. Антохе надо сегодня в школу покажем метр сантиметровый. Сантиметровую ленту. А вот тетя Оля на велосипеде. Да, ветер, конечно, очень сильный. И сейчас смотрю, тоже велосипедисты, они, конечно, останавливаются и идут пешком. Я не знаю, как сейчас там Оля поедет на велосипеде. Антоха мне говорит, что с твоей прической? Я говорю, Антоха, даже не нужно расчесываться. Все равно она будет такой, сейчас я выйду. Опять, в общем, ветер дует, дует. Утром было прикольно. А несмотря на то, что дождик, по крайней мере, ветра такого не было. Сейчас опять задуло. Я так понимаю, что нужно ждать дождя, потому что только после дождя так вот успокаивается все. Становится хорошо. Пока пряники сохнут в духовке, я выехала в магазин. Ветер не прекращается, дует с такой огромной силой. А я еду в магазин, хочу сделать на ужин оливье. Все есть практически, кроме горошка и яиц. В общем, за этим за всем и еду. Будет оливье с говядиной. Кусочек говядины все-таки остался. Поэтому решила, что сделаю оливье с говядиной. Мне кажется, должно быть вкусно. Ну, это там не оливье, как это там называется. Какой-то там министерский. Не помню, как он. Столичный, да, по-моему, салат. Или то с курицей столичной. Ну, короче, у меня будет оливье. Картошка уже варится. Сейчас съезжу за яйцами. И за горошком. И все, и будем крошить. Заехала специально в Пятерочку, чтобы купить любимые яйца. Вот эти вот лето. Я их просто обожаю. Они хотя бы немного желтые. Не как домашние, но приближенные. Гриша еще в футболке по карате пошел на футбол. В общем, Гришка решил сегодня сходить на две тренировки. Вот сейчас будет по футболу. Потом сразу карате. Нет, там ветер. Ну, ты все равно все забирай, потому что мы же не знаем, какая будет завтра погода. Хорошо? Давай, сейчас пойдем. Ты побежишь до мальчиков? Они там на стадионе играют в футбол. Пойдешь их забирать? И Гриша? Гриша. И Гриша. Ша. Мама, мы поедем на выходных поедем. Да, девушки, Леша, не поедем? Да, Тему, мы, Зина, поедем. Давай, бери все свои свящие. Заюнь, на выходных поедем, потому что у нас на выходных въезд к ней поедем. Мама, сынуль, я сейчас не могу. Мне сейчас Гришу везти на карате с футбола забрать. Мама, ну ты отойдешься и хочу. Сынуль, давай, пожалуйста. Мама, пожалуйста. Ля, утятки, аккуратно. Глянь, какие они, да? Ну, не надо только их гнать. Афон, здесь дорога, не надо. И яма еще, к тому же. Поехали, забрали Афоньку. То его, Сережа, не забыл забрать из садика. И сейчас он побежал. Вон он побежал. До пацанов, потому что их уже скоро забирать. Поэтому побежал их забирать. А мы вообще еще и Сережа не заехали на Вэлберрис. У нас тут как раз рядом с хутором практически пункт выдачи. Что мы тут набрали? Афоне футболка. 130 рублей. Хотвилс. Посмотрим, как будет носиться. Рисунок, мне кажется, не самый качественный. Но посмотрим, насколько ее хватит. Так, хотвилс. 130 рублей стоило. Два костюма на 5 тысяч. Брючные. Домой приеду, покажу. Синенький один. А другой как бы темно-синий. Ну, он практически черный. Другой просто красивого синего цвета. Не знаю даже, почему я не снимала. Что-то я забыла. А что нужно снимать? Перемерила там столько костюмов. Костюмов 6, наверное. Серьезно даже устал сидеть, ждать меня. Вот. И сказала вообще, как я могу столько набрать. А что там, говорю, тыкай пальцем и все. И все тебе привезут. Поэтому вот выбрали два. Классные. Ну, мне, по крайней мере, очень понравились. Хотела я давно такой классический костюм. Жакет, брюки. В общем, все так классно. В Афоне уже бежит. А. Они-то играют. 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 Ну, хочешь сядь посиди. Хочешь здесь со мной посиди. Папа, да там посижу. Хорошо. Слушайте, не знаю почему, но время только в машине поснимать. Выезжаю на свой фитнес-шмитнес. И начался дождь. Вот такая вот погодка. Так, мальчики скоро-то идут. А Степа просто в аптеку пошел, Сереж. Сейчас он придет. Зачем? Зачем? Ну, Гриш. Так, все, поехали. Рыбим жиром, а. Ой, как хорошо на улице. Дождь закончился. Главное, Гриш, не забыть, что нам не там ехать, а по зимней дороге. А то сейчас там застрянем. Дождь же, ты видел какой? Гриш такой, чур не я толкаю. Все, Серый, пока. Пока. Тим с Антохой проверяйте математику. Вы это с папой делали или ты сам? Да, с папой. Давай, я сейчас прочитаю задачу. Так, ну что, ребят, показываю. Приготовила зефир. Вот это уже второй. Видите, как он держит хорошо ребра. Не растекается. В общем, с ним все хорошо. А вот это вот первый. Он очень вкусный. Я уже попробовала. Вот подъела. Здесь, ну, видите, я, получается, недовзбила яблочное пюре с белком. И он, видите, такой подрастекся. Вот тут вот видно в серединке. Учитывая, здесь он стоит. Даже по этим клювикам заметно. Вот, так что все отлично. Зефир готов. Завтра, получается, он должен как минимум 8-10. часов стабилизироваться. И, получается, завтра в обед я его припудрю и соберу в коробочку. А вот этот припудрю и съем. А может быть, даже на завтрак его съем. Он, в принципе, уже стабилизировался. Вот этот пораньше. То есть, ну, как бы он все с ним отлично. Ребра просто не хочется сильно давить. Чтобы не сломать его. Ну, вот он такой классный, яблочный. Как они там все делают, мнут его в плане пружинности. Хотя он не должен слишком пружинить. Потому что это не желатин, а агар-агар. Агар-агар он так сильно не пружинит. Но, в любом случае, ребра здесь даже тоже не ломаются. Вот я давлю, да, они не ломаются. Но, то есть, стоят, ну, вот подрастекся. Так что все, снимаю шляпу и иду спать. Я, кстати, напишите мне, как там вообще смонтированы видео. Я их просто склеиваю, сейчас даже на телефоне и отправляю на YouTube. В общем, не знаю, что получается. Ой, блин, заелась эфира. Но, по крайней мере, так точно быстрее. Я это делаю в процессе. Вот сейчас пока помою здесь все формочки. И все, получается, должно быть готово. Блин, не отмывается. Не оттирается. Все, всем спасибо огромное за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки. Напишите хоть какой-нибудь комментарий. Хоть какую-нибудь какашку мне поставьте, если вам что-то не нравится. Знаете, мне так интересно даже читать такие комментарии, когда кому-то что-то не нравится. То есть человек... Ну, это тоже как бы круто. Я уже как-то стала спокойнее к этому относиться. Я некоторое время назад даже боялась открывать комментарии. Мне казалось, блин, сейчас напишут мне что-то плохое. Я расстроюсь. Просто думаю, кто из людей о чем думает. То есть я бы просто на себя понимаю, что я бы не написала. Вот я смотрю, блин, некоторые ситуации у блогеров. Но я не буду им писать всякие там гадости. Те же донаты открывают. Для меня это немножко дико. И мне как-то и ВКонтакте писали, когда я снимала на телефон, и там все тупило-тупило. Типа давайте откройте там типа донаты или карточку Сбербанка. Мы вам скинемся. Ну, блин. Я считаю, что скидываться надо на здоровье. Тогда, когда человек не может сам решить эту проблему. То есть она свалилась. И там реально бывают такие суммы космические. А просто, знаете, на поездку на какую-нибудь, или там на компьютер, или там еще на что-то, на новый телефон, на камеру. У всех есть ноги и руки. Мне кажется, спокойно можно пойти и заработать. Поэтому вот так. Но я людям не пишу. То есть вы какашки, вы собираете, вы крадете там у людей. Никто никого не принуждает. Все живут как хотят. Все люди разные. Поэтому мы друг другу интересны. Потому что мы разные. Если бы мы были все одинаковые, если честно, не было бы дела ни до кого. А так как все разные, поэтому вот так вот. Ну, все. Тут, короче, много наговорила. Все. Всем огромное спасибо. Всех люблю. Пока! Пока!